Дорогие друзья, вы на канале храма святых равнопосленных Константина и Елены. А территория, на которой мы сегодня снимаемся, это территория строительства будущего храма в честь порта Артурской иконы Божьей Матери. И вы все можете принять в этом посильное участие. Спасибо! В последнем дне земной жизни Спасителя, сухи, пилаты и распятия, это вот тема евангельских чтений в этой последней седмице. И сегодня тоже мы слышали достаточно длинное чтение, из Евангелия, в руки. Еще раз, можно сказать, прожили, как мы проживаем это каждый раз, когда читаем. И, с одной стороны, не нужны никакие комментарии, потому что наша душа это чувствует и знает. И есть некая глубина, которая не может быть выражена словом. И мы оставим это в глубине своей души. Но есть вещи, которые, может быть, нуждаются в комментариях. И, читая эти строки, мы не перестаем удивляться, как одни люди, действительно, смотря на Христа, видели Бога. И сердце их зажигало, спрепитало. А другие люди, действительно, оставались холодными. Но в разной степени. В разной степени. Потому что были иросвященники, и книжники, и хорисеи. Они ненавидели Христа. Был, например, Пилат, который, с одной стороны, был далек от всех этих иудейских древностей. Он был язычником. И, большому счету, ему было все равно. Он не ожидал Мессии. Он не читал этих пророчеств. Но, чисто по-человечески, он понимал, что Христа осуждают напрасно. Он также понимал, что перед ним стоит не просто чудак или какой-то нищий, а что ты, действительно, духовный учитель, который может творить чудеса по своей правильности. И Пилат искал искренне совершенно его отпустить. Не хотел распинать Христа. Хотя Бога в нем не видел. Вот так совершенно по-разному реагируют разные люди. И все это особо переносится на нашу обыденную жизнь. Всегда есть как бы несколько слоев. Есть некая глубинная правда, духовная правда во всех вещах. И иногда мы эту правду знаем и следуем ей. Иногда мы ее только как бы предчувствуем, а следуем каким-то земным, логическим рассуждениям. Иногда и просто страсти. И вот это не следование глубинной духовной правде, оно всегда приводит к катастрофе. Если говорить про задачи нашей духовной жизни, то, конечно, самое главное, это научиться всегда духовную правду знать, ощущать, понимать ее, осознавать и исполнять. И вот пост, который предстоит нам всем впереди, это есть время, когда мы как раз, как говорят, очищаемся. От чего? От всего того, что мешает нам эту правду чувствовать, знать и ощущать. И наше намерение, вот в этом должно быть искреннее. И мы должны здесь надеяться не только на свои силы, потому что есть часть аскезы, которую мы выполняем, и она известна. Но также мы здесь открываемся Богу и Его воздействию на нашу душу, без которой мы вот это не можем обрести. Можно вспомнить тех же книжников и фарисеев, которые тоже постились и много чего делали, согласно закону Моисея. И, как видим, их душа все равно остается слепа ко Христу, остается слепа к истине, вообще к человеческому страданию в лице другого человека. И это очень страшно, когда человек делает вроде бы все правильно с точки зрения церковного закона, но при этом к Богу не приближается, а удаляется. Вот мы должны все-таки делать так, чтобы за этот пост стать чище и чувствовать ту правду, которую мы должны исполнить во всех наших больших и малых делах. Всегда нужно настраиваться не только на свои чувства, но и немножко смотреть на ближнего, смотреть на его точку зрения, видеть его правду также. И тогда мы, может быть, можем почувствовать общую правду. Тот шаг, который нам нужно сейчас сделать, иногда бывает он очень маленький, иногда бывает, что мы только чуть-чуть нам разрешается что-то сделать, но это именно то, что мы должны делать, и тогда дальше все будет складываться в нужном направлении. Иногда мы хотим слишком сильно и только усугубляем ситуацию. Такие все тонкие вещи нам нужно научиться различать, чувствовать и исполнять в своей жизни. И тогда мы будем приближаться к цели нашего существования, обожжения, к душевному миру и в конечном итоге жизни вечного. Если мы поступаем правильно, то мы ощущаем в душе радость, мир, спокойствие, глубинное спокойствие, если мы идем в другую сторону, то тогда наша душа скорбит или злобится, или у ближнего душа злобится. Значит, мы делаем неправильно, нам нужно делать как-то по-другому. А как? Вот это нужно стараться увидеть и очиститься, для того, чтобы это было возможно. Еще раз всех с наступающим Великим постом, с продолжающейся Масленицей. Вот сегодня вечером Акаписто накрывает чудотворцу. Пять вечера. Храним всех Господь. Пять вечера. Пять вечера. Пять вечера. Субтитры создавал DimaTorzok